Бетономешалка мешает бетон, бригада строителей жрет самогон, как пелось в старой песне. Добрый день, с вами Роман Кунецкий. Сегодня у нас видео не совсем про растения. Сегодня мы готовим смесь. В части укрытия нам надо поднять грядку, сделать легкий грунт. И вот этот легкий грунт у нас будет делаться при помощи мешалочки. Потому что я, наверное, уже 10 лет занимаюсь садоводством. Немножко мне как-то поднадоело мешать грунт вручную. Бывает неудобно, особенно когда большие количества. Вот решили попробовать такой вариант. Это штука довольно известная, не новая. Периодические видео на ютубе попадаются, где люди готовят смесь торф с перлитом, кому там надо на проращивание и так далее. Значит, купили мы 180 литров мешалку. Марку я могу оставить там в описании. Мощность 650 ватт. Немножко маловато, конечно. Но в целом уже приготовили, не знаю, почти, наверное, кубометр смеси. И пока все устраивает. На всякий случай скажу, кто захочет попробовать так же. Ни в коем случае никогда не смазывается вот этот венец ничем. Об этом говорится во всех видео, потому что у него налипает песок и вырабатывается сцепление шестеренкой. И еще, конечно, надо брать обязательно мешалки, у которых есть несколько режимов перемешивания. Потому что есть такой вот режим, в котором ничего не мешается. Мешается все равно вот этот режим. Чтобы все свалилось там и перемешивать. Значит, в отличие от бетона, нам не нужно очень высокой гомогенности. Но если вы не делаете только, конечно, какие-то маленькие горшочки, торфяно-перлитную смесь. В данном случае мы заполняем гряду. Здесь гомогенность прям фантастическая не нужна. Поэтому мешать там 5 минут, наверное, или больше, как всякие цементные смеси перемешивать не нужно. Это практически за полминуты, за минуту она уже перемешивает очень хорошо. Сейчас я это продемонстрирую. Значит, начинаем. Тяжелый я кидаю в конце. Вскрываем мешок. Вот так вот. У торфика. И на загрузочном режиме даю 50 литров. Ну, пока не 50 тысяч, что 50 литров. Засыпаем. Значит, у нас с прошлого года осталась с прошлого года перепревшая такая щепа. Раз ведро. Два ведро. Ну, чтобы было жизнь. Грибочки всякие и так далее. Вот у нас сейчас торцево-песчаная смесь. Значит, включаем. Так, понятное дело, она ничего не перемешивает. Вот, можно подойти и смотришь. Вот, можно подойти и смотришь. Теперь добавляем песок. Вот, можно подойти и смотришь. Так. Да? Так. Вот буквально пол минуты, и оно будет интересно. Я считаю, что уже всё, значит, можно накипать. Ну и давайте посмотрим, какое у нас качество перемешивания. Да, снимем. По-моему, нормально. То есть это мы где-то сколько мешали? Да меньше минуты. Вот. Довольно гомогенно. Ну, можно перемешивать и дольше. Вот. Почти 100 литров. То есть, естественно, если в мешоке загрузок вот этот объём 180 литров, да, то там, по-моему, делится на 3 где-то. Это такой размер цементной смеси. Я не специалист, не буду говорить, но вот, по-моему, такая цифра. Да, ну, соответственно, эта смесь в целом легче, чем песчаные вот эти все гравины цементной смеси, да. Вот, здесь у нас получается практически 100 литров мы вымешиваем. Эта смесь, да, она там 90 литров, да. Вот. То есть чуть-чуть, может быть, больше. Вот. Ну и потом мы всё это несём в укрытие. Пока мы его не показываем. Оно ещё пока закрыто. Потому что ещё есть совершенно объективные риски возвратных заморозков приличных, да. Вот, сейчас поднимаем пока. Ну и нам надо приготовить, соответственно, где-то полтора куба песчаной смеси. Скажу так, что перемешивать это лопатой довольно муторно. Я это делал. И, конечно, качество перемешивания получается совершенно другого. Так что, ну, в общем, продолжаем дальше тестировать эту штуку, да. Смотреть пока вроде бы ничего. Спасибо большое.